Добрый день, дорогие зрители информационного портала Уллправда.ру. Вы смотрите программу «Диалог с властью». Меня зовут Дарья Судрева. Сегодня в выпуске мы обсудим реализацию сразу двух национальных проектов, это наука и образование, а также пригласим ульяновцев на всероссийскую акцию «Ночь кино». Сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Школяр, заместитель министра образования и науки Ульяновской области. Здравствуйте. Максим Геннадьевич Светуньков, заместитель гендиректора Центра стратегических исследований Ульяновской области. Здравствуйте. И Елена Евгеньевна Торубарова, специалист Ульяновского кинофонда. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие зрители, мы работаем с вами в прямом эфире. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, пишите к нам в Вайбер, номер вы видите на своих экранах. Я его продублирую 8 927 814 05 99. Начнем. Все готовы. В Ульяновске на данный момент уже подходит к концу тематическая неделя, посвященная национальному проекту «Наука». Максим Геннадьевич, вопрос к вам. В первую очередь, чтобы наши зрители поняли, о чем же вот этот вот нацпроект, расскажите вкратце и понятливым ненаучным языком. Для чего он нужен и какие цели в первую очередь ставят перед собой? Прежде всего, я хотел бы начать с описания тех проблем, которые возникают в науке российской, и потом перейти к тем мерам государственного поддержки, решения этих проблем, которые в том числе реализуются и на территории Ульяновской области. Ну, я думаю, что не открою великой тайны, если скажу, что наша российская наука, к сожалению, сейчас находится в достаточно сложной ситуации, которая связана прежде всего с устареванием кадров. Ну, скажем так, если у нас в регионах средний возраст где-то старше 50 лет, то Москва, Санкт-Петербург, федеральные центры, федеральные научные центры, то там средний возраст уже далеко за 70. И самый молодой сотрудник на работающих кафедрах или лабораториях, это, как правило, 50, 52, 53 года. Ну, соответственно, мы можем с вами понять, что лет через 10-15 мы просто теряем нашу фундаментальную науку, и эта проблема достаточно актуальна. У нас в регионе ситуация несколько лучше, потому что тот уровень заработной платы, который есть в научных организациях и учебных организациях высшей школы региона, у нас здесь зарплата побольше. Да, есть неплохая инфраструктура в виде лабораторий, исследовательских центров, это и на федеральном уровне, и в регионах, то есть это все есть. Но, к сожалению, есть большой разрыв между реальным сектором экономики и теми научными исследованиями, которые реализуются, в том числе и на региональном уровне. И отсюда возникает проблема. Да, у нас есть серьезные наработки, которые, по большому счету, мало интересны реальному сектору экономики, и промышленным предприятиям. И, опять-таки, те исследования, которые реализуют наши ученые, они не востребованы за рубежом, или только какая-то их часть востребована. Вот это так вот кратенько основные проблемы, которые существуют практически во всех науках, и гуманитарных, и естественных, и технических у нас на территории Российской Федерации. Ну, соответственно, на федеральном уровне было принято решение запустить комплекс мер, комплекс мероприятий, которые позволят решить эти проблемы. И старение, и налаживание связей с реальным сектором экономики, и с интеграцией в научную мысль. Соответственно, как бы и три направления нацпроекта науки позволяют решить эти проблемы. Ну, первый – это, опять-таки, консолидация научного сообщества, то есть это создание связей, каких-то механизмов взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики. Второе направление – это обновление инфраструктуры, несмотря на то, что у нас новые лаборатории, новая техника, но мы понимаем, что буквально там любой компьютер устаревает через год. А что говорить о каких-то серьезных лабораториях? Вот, поэтому нужно финансирование, которое будет позволять вот эти проблемы решать. Ну, и, наконец-таки, последнее направление – это, ну, нехорошее слово, вот, тем не менее, как бы оно используется уже в лексиконе – коллаборация, да, то есть это создание связей, отношений между учеными, в том числе и с мировым сообществом. То есть вот в результате эти три направления обозначены на федеральном уровне, которые должны реализовываться во всех регионах. Но, к сожалению, мы столкнулись с такой проблемой, что теоретически на федеральном уровне все подготовили, а практической документации, как таковой, до сих пор нет. Хотя наш проект уже стартовал с 1 января 2019 года. Понятно, что мы не можем ждать решения федерального центра, поэтому мы проявляем инициативу. То есть у нас уже сейчас создан консорциум научно-исследовательских и промышленных предприятий Ульяновской области, куда вошли все передовые предприятия нашего региона, вузы, исследовательские институты, в том числе и под эгидой Академии наук. То есть мы, как говорится, на низком старте, мы готовы реализовывать совместные проекты при условии, что федеральный центр когда-нибудь выделит деньги. Но мы ожидаем, что в 2020 году все-таки будут выделены денежные средства, и мы сможем поучаствовать в формате всех вузов, всех предприятий промышленного сектора экономики, которые заинтересованы во внедрении научных каких-то наработок. Соответственно, помимо этого консорциума, помимо этих связей, мы запустили еще два проекта, но это уже чисто ульяновская инициатива. При поддержке губернатора Ульяновской области мы запустили два проекта. То есть первый проект – это базовые школы РАН. Это Российская Академия наук выступила с инициативой, что необходимо буквально с начальных классов находить детей, которые способны работать в команде, готовы решать комплексные проблемы и, соответственно, должны обладать какой-то глубокой подготовкой в фундаментальных дисциплинах. Ну, в частности, математика, физика, естественные науки какие-то, прикладные, инженерные. Уже достигнута договоренность Российской Академии наук, что у нас три школы ульяновской области. Это первая гимназия, это вторая гимназия и 20-й лицей физико-математический, который будет принимать участие в этом проекте. Ну, что предполагается? В первую очередь, это выделение финансирования по линии Министерства образования федерального и по линии Российской Академии наук. Эти деньги будут в первую очередь потрачены не столько на закупку новой техники или ремонта зданий или еще что-то. То есть это деньги, которые целенаправленно идут учителям школ в виде доплаты, в виде каких-то премий, в виде денег на стажировку, обучение и прочее, прочее. Естественно, наши ульяновские школы заинтересовались этим проектом. Мы встретили большую поддержку и со стороны нашего регионального министерства образования, и, естественно, со стороны руководства школ. Единственное но, как бы по требованию Российской Академии наук, 50% денежного содержания этих школ должно быть обеспечено со стороны региона. В виде внебюджетного финансирования. То есть это либо целевое финансирование со стороны промышленных предприятий, либо вузов, либо бюджета регионального и так далее. Но в настоящее время мы ведем переговоры о поиске этого финансирования. Но в любом случае с 1 сентября уже этот проект начинает подготовительную работу. И я думаю, с Нового года мы будем работать в полномасштабном формате таком. И второй проект, который опять-таки мы на территории Ульяновской области запускаем, это так называемый проект Вернацкого. То есть это инициатива Московского госуниверситета создать некий такой механизм, когда регионы могут привлекать к себе ведущих специалистов науки. Не обязательно естественных наук, и гуманитарных, и социальных, и естественных, и инженерные науки. То есть весь формат, весь спектр ученых, ведущих специалистов в России. И опять-таки зарубежных исследователей, которые могут приезжать к нам в регион, вести научное руководство каких-то исследований на базе существующих наших лабораторий. И также проводить лекционные, семинарские занятия на территории нашего региона и на базе наших вузов. Буквально вот 30 августа состоится подписание соглашения между нашим регионом и Московским госуниверситетом. Какого-то дополнительного финансирования со стороны региона этот проект не требует, но тем не менее мы входим буквально в 15 регионов России, которые вошли вот в этот проект. И я считаю, что это в принципе очень неплохое такое решение. Ну и в заключении о последнем элементе национального проекта науках хочу рассказать. Это так называемые научно-образовательные центры мирового уровня. Но опять-таки в силу того, что федеральный центр никак не подготовит документы, на основании которых мы сможем принять участие в конкурсном отборе, мы на низком старте ждем все-таки, что произойдет. В настоящее время мы прорабатываем три проекта, связанных с созданием вот этих научно-образовательных центров. Ну, первый проект – это альтернативная энергетика, в частности ветроэнергетика. Я думаю, жители города Ульяновска уже могут вживую наблюдать ветрогенераторы, которые стоят на, ну, скажем так, близко к Красному Яру. У нас есть промышленные предприятия, которые занимаются производством полным комплексом. То есть, это и лопасти, это и двигатели, ну, какие-то элементы отдельные и прочее, прочее. Есть у нас специалисты, и кроме того, есть у нас достаточно мощная интеллектуальная база в лице Ульяновского государственного технического университета. У нас энергофакт есть, понятно, там специализация несколько другая, но, тем не менее, как бы основные специалисты есть. Кроме того, есть договоренность с МФТИ имени Баумана о том, что сюда будут приезжать специалисты и работать, ну, скажем так, в формате руководителей научных исследований. Второй научно-образовательный центр, который мы проектируем, это центр, связанный с ядерной медициной. То есть, благодаря фундаментальной школе Ульяновского госуниверситета, очень мощные физики-ядерщики там. Кроме того, у нас мощная экспериментальная база в лице Димитровградского научно-исследовательского института атомных реакторов. Кроме того, есть такие мощные фирмы, как, например, фирма «Сосны», которая занимается также на базе НИАРа исследованиями ядерного топлива и смежными отраслями исследований. Мы создаем научно-образовательный центр по ядерной медицине. Ну и кроме того, у нас под Димитровградом открывается медицинский центр. С этой специализацией будут привлечены специалисты. Поэтому я думаю, что да, мы здесь имеем все шансы получить финансирование. И последний научно-образовательный центр, которым мы проектируем, опять-таки, это создание центра, связанного с самолетостроением. То есть, мы все-таки надеемся, что не совсем утрачен тот интеллектуальный потенциал, который был связан с заводом «Авиастар». То есть, есть производственные мощности, есть специалисты подготовленные, обученные. Понятно, что та же самая проблема старения, износ оборудования, это все есть. Но если будет выделено финансирование, мы все-таки надеемся на реанимацию. Ну вот, очень кратко, что такое национальный проект, из чего он состоит и какие цели перед ним стоят. Хочу поясняющий вопрос задать про школы РАН. Скажите, пожалуйста, почему именно три школы были включены в этот проект? Может быть, у них есть какие-то принципы выбора этих школ? И будет ли еще какие-то учреждения включены в этот проект? Ну, по большому счету, что такое базовые школы РАН? По сути, это новая организационная форма, в которой будут реализовываться новые педагогические принципы. То есть, опять-таки, педагогическая наука, она не стоит науке, несмотря на то, что сейчас социальным и гуманитарным наукам уделяется мало внимания. Но, тем не менее, есть достаточно серьезные, интересные наработки, связанные с педагогикой. Как лучше донести информацию, как ее лучше представить, то есть, как лучше, чтобы ребенок ее усвоил. Все эти новые технологии Российская Академия Наук планирует уже внедрять непосредственно в учебный процесс. Понятно, что здесь есть очень много проблем, связанных и с учебными программами, и с привлечением сторонних специалистов, и имущественных вопросов. Достаточно много скользких моментов. Но, тем не менее, как бы, те ребята, которые будут учиться в этих школах, еще раз повторюсь, это первая гимназия, вторая гимназия и двадцатый лицей. Вот эти ребята получат не только новые педагогические технологии, то есть, новые способы обучения. То есть, это и интерактивные вещи, то есть, какие-то дистанционные через сети интернет. Ну, и вживую будут приезжать ведущие специалисты. Ну, представьте, там приезжает российский академик, который занимается фундаментальной наукой, например, связанной с той же самой математикой. И может показать, какие есть интересные наработки в нашей отечественной науке, и заинтересовать тем самым ребят. Кроме того, последние наработки и последние такие технические решения, которые переворачивали мир, они все носят такой вот междисциплинарный характер. Поэтому основная задача базовой школы РАН – научить ребят работать в команде по разным направлениям. Да, ну и вот такой вот самый простой пример. То есть, и компьютеры, и мобильная связь существует достаточно давно. Но почему произошел всплеск именно с 2000-х годов? Потому что появились социальные сети, которые выявили новые потребности людей, новые, скажем так, способы их удовлетворения. И в результате произошел всплеск мобильных технологий, интернет-технологий, компьютерных технологий. Но, опять-таки, это же, скажем так, заслуга не только инженеров и компьютерщиков, айтишников. Да, это как раз-таки работа социологов, это работа культурологов, антропологов и, опять-таки, других специалистов, которые, по большому счету, с точными науками мало связаны. Вот, поэтому базовые школы РАН имеют своей целью научить ребят интегрированно работать вместе. То есть, работать в качестве команды, когда есть математик, физик, условно-социолог, политолог, культуролог. И они могут реализовать какой-то новый проект. Выбор школ был обусловлен тем, что по всем рейтингам эти школы, ну, скажем так, одни из самых сильных в России. То есть, они входят в сотню ведущих школ Российской Федерации, поэтому выбор был не случайно, а вполне обоснован. Вот, и еще раз повторюсь, опять-таки, это не столько наша инициатива в Ульяновской области, сколько это решение Российской Академии Наук. То есть, они вышли к нам с предложением, не хотим ли мы поучаствовать. Конечно, мы хотим поучаствовать, потому что это стратегически важный проект, который, ну, я думаю, даст очень серьезные результаты. Пусть не сразу, но в течение ближайших 5-10 лет мы увидим новых ученых, нового формата, молодых, мотивированных, которые хотят заниматься наукой и не стремятся за короткими деньгами, а видят какие-то стратегические цели. Ну, вот, примерно так. Спасибо большое, Максим Геннадьевич. Со следующей недели еще одна тематическая неделя будет тоже посвящена немаловажному для региона национальному проекту. Как-то вы соприкасаетесь, да? Это нацпроект образования. В данном случае цели, я думаю, более для зрителей понятны. Это в первую очередь создать условия, в которых детям и молодежи будет комфортнее развиваться, учиться, получать новые знания. Одна из целей – это к 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Алексей Александрович, правильно. Если что, поправьте меня, да? Расскажите о целях, может быть, поконкретнее и какие основные направления входят в нацпроект. Наверное, не случайно неделя образования следует за недели науки. Мы всегда идем вместе. И вот сейчас как раз интересный проект «Школы РАН». Он совместный проект. Наверное, не случайно Российская Академия Наук идет в школы, потому что научные кадры куются в системе образования в школе, а может быть, даже сейчас уже и из детского сада. Поэтому это одна из первейших задач повышения не только подготовки ученых, но и, конечно, повышения качества образования. Правильно вы сказали, это материально-техническая модернизация нашей системы образования. И, как следствие, конечно, следующий шаг – это повышение качества образования. В национальном проекте образования всего реализуется 10 федеральных проектов. Три из них, они в большей части относятся к высшему образованию и к федеральному уровню. А вот семь федеральных проектов, они реализуются на региональном уровне. Здесь у нас, в общем-то, движется все достаточно быстро. Могу сказать, что все паспорта утверждены еще в прошлом году. Сейчас активно работаем в электронном бюджете. Там занесены все мероприятия. Ведется подписание соглашений. То есть подготовительный этап у нас уже пройден. Мы сейчас вошли в стадию реализации этих семи проектов. Что же это за проекты? Современная школа – это цифровая образовательная среда, успех каждого ребенка, учитель будущего, молодые профессионалы, которые направлены на модернизацию системы профессионального образования, социальная активность и поддержка семей, имеющих детей. Это тот проект, который больше относится к части воспитания, к части взаимодействия с родителями. Тоже, кстати, одна из национальных целей, определенная указом президента. И вот я уже отметил, что мы вошли уже в штатный режим. И буквально в начале этого учебного года мы уже запускаем 29 совершенно новых структурных подразделений. Это, если коротко, точки роста. Это центры цифрового и гуманитарного образования в сельских школах. В сентябре месяце в каждом муниципальном образовании, а в некоторых и по две, будут открыты соответствующие точки роста. Там будет уже закуплено и устанавливается новейшее оборудование, при бедной области информатика, технологии безопасной жизнедеятельности. Произведен ремонт соответствующий. Они все у нас брендированы, все идут под одним логотипом. Это такая вот акция. Она будет проходить в сентябре месяце, открытие всех этих точек роста. Но это только начало. Вот этим проектом будут охвачены до 2022 года. Я отмечу, что сейчас вот в летнее время у нас был конкурс, в котором участвовал Министерство образования и науки в Львовской области по 10 проектам. Их по всем 10 выиграли. И бюджет по всем этим 10 проектам рассчитан на 3 года до 2022 года. С 2022 до 2024 года будет объявлен еще конкурс, и там будут дополнительные такие центры создаваться. Так вот здесь до 2022 года мы уже точно уверены, что у нас будет 200 таких центров. Второй такой проект тоже очень важный и направленный на модернизацию материально-технической базы большинства образовательных организаций. Это создание модели цифровой образовательной среды. По этой программе также будет идти обновление, но в информационные составляющие будет закупаться оборудование. И также мы являемся победителями в этом мероприятии. И подобных центров до 2022 года будет создано 227 в образовательных организациях. Не только в общеобразовательных, но и в профессиональных образовательных организациях. По этому же проекту цифровая образовательная среда предполагается создание тоже совершенно новых структур. Они коротко называются IT-куб. Это система дополнительного образования в области цифровизации для детей. И такие IT-кубы у нас будут создаваться на базе профессиональных образовательных организаций и вузов. Вот буквально уже в следующем году, в 2020, такой центр будет создаваться у нас в техническом университете. Помимо этого, конечно же, цифровая образовательная среда подразумевает и увеличение скорости интернета. Это также прописано в мероприятиях и в целевых показателях. И она уже к 2021 году достигнет в городских школах 100 мегабит в секунду, в сельских 50 мегабит в секунду. Будет обновляться и информационная среда. Будут уже на федеральном уровне создаются соответствующие ресурсы, которые позволят онлайн проходить детям, учителям, тестирование, выстраивать свою индивидуальную траекторию, получать обратную связь и, естественно, приобретать новые компетенции. Успех каждого ребенка – всеобъемлющий тоже проект. Здесь очень много мероприятий. Я займу, наверное, весь эфир, если буду все рассказывать. Я, может быть, остановлюсь только на тех материально-технических изменениях, новшествах, которые нас ждут. Так вот, по этому проекту у нас уже в 2020 году будет создаваться Центр дополнительного образования в Ульяновском государственном университете. Сокращенное название уже сегодня отметили. Слово, наверное, непривычное для нас – Дом научной коллаборации. Привыкнем. Но это очень содержательный проект, который предполагает приобретение нового современного оборудования. С другой стороны, привлечение к дополнительному образованию детей работников высшей школы. Там тоже определено направление. Это, естественно, научное направление, в котором дети будут развиваться уже в Ульяновском государственном университете. Также по этому проекту будет создаваться Центр по выявлению и сопровождению талантливых и одаренных детей. Очень большой проект, очень дорогостоящий. Там больше 200 миллионов только предполагается оборудование современного, которое будет также идти на развитие наших детей. Продолжится создание кванториумов. И мы выходим уже за пределы города Ульяновска. Планируется создание кванториумов в городе Димитровграде. Также там будет создаваться и IT-куб. Поэтому мы расширяем эти центры, географию создания этих центров. Хотелось бы, наверное, еще остановиться на проекте «Молодые профессионалы». Он для нас имеет большое значение. Мы, в общем-то, наверное, упредили его, создавая в нашем регионе межрегиональный центр компетенций, о котором мы и здесь уже многое говорили. Это, конечно, нацелено в первую очередь на подготовку студентов наших профессиональных образовательных организаций в соответствии с самыми современными требованиями, на самом современном оборудовании. И вот этот проект предполагает материально-техническое обновление мастерских наших профессиональных образовательных организаций. Отмечу, что вот после создания МЦК за счет региональных средств этот процесс у нас уже идет. Второй год у нас систематически ведется обновление, и они приобретают совершенно новый облик нашей профессиональной образовательной организации. Конечно же, там меняется и содержание, там меняется и система повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения. То есть очень серьезный проект, и он также нацелен на взаимодействие и с нашими вузами. Ну, проект поддержка семей, имеющих детей, он, я уже отметил, будет, в общем-то, нацелен на работу в большей степени с родителями. И в нашем регионе будут создаваться центры, где родители могут получать соответствующую консультационную помощь. Но он предполагает также и формирование соответствующего портала для родителей. Он будет на федеральном уровне с региональными сегментами, где любой родитель удаленно может получать соответствующие консультации не только в области психологии, педагогики, но и в вопросах той же и предметной области. Потому что мы знаем, что сейчас родители многие учатся вместе с детьми. То есть он такой очень будет насыщенный, полезный ресурс. Вот еще хотелось бы об одной программе спросить. Это учитель будущего, тоже много разговоров сейчас о ней. Расскажите в чем, немножечко поподробнее об этом проекте и какие уже планы, действия были. Ну если, да, действительно, проект важен тем, что сколько бы мы ни обновляли материальную базу, мы понимаем, что, наверное, мы никогда не уберем эту связку учитель-ученик. И здесь происходит самое важное. Поэтому без этого проекта, наверное, все остальные, на мой взгляд, не будут эффективно работать. И вот этот проект предполагает систему подготовки, повышения квалификации учителей также вывести на новый уровень. Здесь по этому проекту в нашем регионе также будут создаваться соответствующие центры. Это центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. И таких центров у нас будет создаваться три. В Ульяновске, в Димитровграде и вот, предположительно, в Инзии. Это тоже часть той конкурсной заявки, которую мы подавали. Здесь предполагается, естественно, не только соответствующее оборудование, в том числе и дистанционное. Здесь предполагается возможность уже работы с учителями дистанционно, но и в режиме офлайн, в соответствующих центрах, в районах. Здесь также предполагается и возможность построения индивидуальной траектории повышения квалификации учителей. То есть у нас вот этот сектор по подготовке, переподготовке работников образования, он существенно расширяется. И на это будут направляться соответствующие средства. Но я, наверное, отмечу, что здесь не зацикливается все на этих центрах. Этот проект, он шире. Вот во всех перечисленных проектах по каждому из этих направлений также закладываются соответствующие средства на то, чтобы учителя, которые придут в точки роста, которые придут вот в эти модельные центры цифрового образования, кванториумы, IT-кубы были подготовлены. И эта подготовка начинается до создания этих центров. Вот те паспорта, планы мероприятий, которые прописаны, они предполагают сначала параллельно создание центров в течение года, но и в этот же период уже начинается работа с педагогами. И эта работа также централизована по программам, разработанным ведущими специалистами нашей России и в ведущих центрах. Они и дистанционно обучаются, и те учителя, которые будут работать, допустим, в точках роста, они повышают квалификацию уже в созданных кванториумах, уже на таком же современном оборудовании. То есть это такой комплексный очень проект, и учитель будущего, он охватывает все, наверное, реализуемые федеральные проекты. Спасибо большое, Алексей Александрович. Перейдем уже к конкретной дате, которая уже завтра будет. 24 августа наш регион присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино-2019». Она пройдет, напомню, на 45 площадках. Елена, уже вопрос к вам. Какая площадка станет основной и во всех ли районах будет ли эта акция проходить? Акция эта будет проходить абсолютно во всех районах Ульянской области, одновременно со всей страной. Мы запустим ее. 24 числа будут показаны лучшие российские фильмы на всех площадках, обозначенных в этой акции. Это три фильма, которые выбрали зрители всей страны с всероссийским голосованием. Их было всего 26, можно было голосовать за любовь, но вот выбрали три. Первый из них называется «Домовой». Но это вот фильм для просмотра с детьми. То есть, например, Максим Геннадьевич вполне может взять свою семью и туда прийти. Фильм рассказывает про семейные взаимоотношения, о том, как наладить отношения в семье. Все это в сказочной форме происходит. Второй фильм, он для широкой аудитории. Это «Полицейские срубновки. Новогодний беспредел», который мы все прекрасно знаем. По-моему, тут очень большая посещаемость была у этой комедии. Практически можно ее пересматривать бесконечно, поэтому можно ее посмотреть и еще раз. И третий фильм, который проголосовало наибольшее количество людей со всей страны, называется «Малканский рубеж». Там есть, в частности, такой актер, Когойка Митич. Наверное, Алексей Александрович его помнит. Кроме того, там еще есть такие артисты, которых мы знаем, например, мы с Дарьей. Это у меня даже тут как-то тут сразу и сейчас скажу. Милыш Бикович же, красавец наш. Ну и для мужчин, собственно, тут есть Равшана Куркова. И есть Елена Радулыч, соответственно, брюнетка и блондинка. И фильм этот, он в популярной форме рассказывает про события в Югославии. Конечно, это не историческое кино. Конечно, это кино развлекательное. Но, тем не менее, для того, чтобы окунуться опять в эту атмосферу и, может быть, самому как-то ее более плотно изучить, это вполне актуальный повод. Ну а можно пока посмотреть это в ночь кино. Это можно сделать во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, если вы живете в городе Ульяновске. У нас есть две основные площадки на двух разных берегах. Если вы живете на правом берегу, мы вас, прежде всего, приглашаем в современник. Большой зал с огромным качественным экраном, с серебряным покрытием. И там вы сможете получить весь комплекс ощущений от фильмов. Тем более, что абсолютно бесплатный показ. То есть, пожалуйста, приходите в 20 часов начала одновременно со всей страной и наслаждайтесь фильмом. На левом берегу, если вы живете, то, пожалуйста, приглашаем вас в скверстолетие Ульяновского патронного завода. Там фильм будет показывать наш киномобиль, уголок Ульяновский кинофонд, который у нас демонстрирует фильмы на самых удаленных уголках Ульяновской области, в прекрасном цифровом качестве. Здесь он тоже выезжает на эту площадку. Абсолютно тоже бесплатный вход. Пожалуйста, приходите с детьми, приходите с подругами, с друзьями. И там будут устроены места сидячие, и можно будет посмотреть со всем комфортом эти фильмы. Кроме того, если вы вдруг, например, собираетесь на спас земли Сенгелевский, в Сенгелевский район, там тоже имейте в виду, что и Ночь кино там тоже будет участвовать в этом празднике. И если вы нагуляетесь на улице, то вполне можете присесть и посмотреть кино после того, как вы отдохнете на природе. Также это будет проходить в Ульяновском районе, где тоже будет у нас областной праздник, и Ночь кино также станет частью и его тоже. Кроме того, каждая площадка, она еще готовит специальную программу. То есть, например, Новоульяновск. У них там будет кинотеатр 3D-Мир, и прямо перед показом у них там будет театральная обстановка, которая будет посвящена году театра. И также после этого праздника можно будет продолжить кинотеатр в городе Митровград. Там также будет огромная встроена праздничная программа, и сразу в двух местах. То есть это будет площадь перед ДК «Восход», где будет программа, посвященная 130-летию Чарли Чаплина Большая. То есть там можно будет и походку его потренировать, и поиграть с детьми в Чарли Чаплина, и посмотреть его короткометражки, которые снимали там с его участием. И можно будет посмотреть также фильмы, которые входят у нас также в большую акцию «Ночь кино» в пространстве «Горизонт». Там это будет отдельная программа, это будут короткометражки уличного кино, так называемого, которые сделали самые хорошие молодые режиссеры, которые можно показать сейчас не в прокате, но вот свободно именно в рамках такой акции. — Правильно я поняла, фильмы будут нон-стопом. — Фильмы, да, будут нон-стопом, то есть они начнутся везде. Ну вот за исключением нескольких площадок, это лучше уточнять в программе, которая есть у нас на сайте Министерства искусства и культуры и политики Ульянской области, есть на сайте правительства Ульянской области, есть в городских афишах, где это немножко двигается. Но основная программа, она начинается в 20 часов, и фильмы идут один за другим, но там делают небольшие перерывы, там в пределах 10 минут, ну чтобы просто зрители, которые от начала до конца решили посмотреть, они имели возможность просто выйти попить воды или там выйти на воздух, например. Да, то есть она начнется на 20 и закончится около 2 часов ночи следующего дня. — Ответили на мой следующий вопрос. В 2 часа ночи как можно будет людям добраться до дома, будет ли как-то организованно? — По городу Ульяновску нам берутся помогать дорожные службы, и они у нас уже заверили, что будет организован транспорт. В течение завтрашнего дня у нас в соцсетях будет опубликован список, какие будут конкретно маршруты, где на них можно будет сесть. Пожалуйста, ждем, мы уверены, что вы благополучно доберетесь потом домой. — Спасибо большое. Всех ульяновцев приглашаем 24 августа в «Современник» и в Новый город. — Да, в Скверулянском патронном заводе. Кроме того, у нас задействованы и музеи заповедника имени Ленина, там проходят отдельные программы, у нас проходят открытые площадки на авенце, около дворца книги, есть площадки в Аксаковке, там закрытые тоже игры и конкурсы. Кинозал «Люмьера» наш любимый. Мы тоже там всех очень ждем. Очень удобно приходить, мы рады вас видеть. — Спасибо большое. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что были с нами, пришли к нам. Дорогие зрители, мы с вами увидимся также в следующую пятницу в 12. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова